Подземная библиотека Ивана Грозного. Библиотеку Ивана Грозного, или Либерею, как ее называли, пытаются отыскать не одну сотню лет. Молва гласит, первый царь московского государства Иван IV Грозный владел огромным собранием старинных пергаментных книг и древнейших папирусных свитков. Были там сотни египетских папирусов, пергаменты Финикии и Иудеи, рукописи индийских брахманов и китайских философов. Но где спрятаны эти богатства по сей день неизвестно. Согласно легенде, библиотека Грозного Либерея, от латинского «Liber» книга, изначально принадлежала византийским императорам и собиралась на протяжении многих веков. Ее последним владельцем называют Константина XI. После падения Константинополя книжное собрание вывезли в Рим, а затем оно оказалось в Москве в качестве приданного византийской царевны Софии Палеолог, выданной замуж за московского князя Ивана III. По преданию, Либерея ни в чем не уступала Александрийской библиотеке, разрозненной и разоренной Цезарем, и библиотеке в Персиполисе, сожженной Македонским. Царь Иван Грозный стыл образованнейшим человеком своего времени. Он был собирателем не только земель русских, но и человеческой мудрости. Известно, что государь повелел своим верным людям ехать во все стороны света и выискивать рукописные редкости, чтобы потом доставлять их в царский дворец. Так выполнялась Либерея. Среди бесценных книг находились 800 римских и греческих фариантов, содержащих знания об истории человеческой цивилизации и зарождении жизни на земле. Глубоко верующий Грозный посчитал эти книги богохульными и приказал спрятать чернокнижие подальше от посторонних глаз. Так Либерею гигантский кладезь вселенских знаний по приказу царя надежно укрыли в тайном хранилище. Только самые преданные люди могли попасть туда. Перед смертью Иван Грозный призвал к себе некого духовника и наказал надежно спрятать библиотеку от глаз людских. После этого жемчужное знание бесследно пропало. Знавшие о ней или умерли, или были казнены. Таково предание. Почти 150 лет о библиотеке ничего не было слышно, но в 1724 году Панамарь Коннон Осипов донес в канцелярию Петра I весть о тайнике с древними знаниями, спрятанном под Москвой. Поисками Либереи занимались и царь Петр, и страсбургский ученый Эдуард Тремер при Александре III, и археолог Игнат Стелецкий. Последний стал исследовать подземную Москву еще до революции и продолжил изыскание уже при Сталине. Охотники за сокровищницей понимали, библиотека – это больше, чем самый дорогой клад. Найти ее, значит, изменить мировоззрение человечества и даже переписать его историю. До сих пор никому не предалась в руки удивительная Либерея. Не случайно уже с давних пор бытует слух о слепоте, преследующей всех, кто хоть на йоту приблизится к разгадке. Существовало даже поверье, будто Софья-палеолог заколдовала хранилища книг и рукописей, проклятием фараонов, о котором узнала из древнего пергамента, хранившегося в той же библиотеке. Современные российские ученые предполагают, что уникальное собрание книг Ивана Грозного может храниться в Москве, Кремль, Дом Пашкова, Коломенское. Александрове, Вологде, Рязани. Последние поиски Либерея велись в 90-х годах XX века, но, увы, безуспешно. Безуспешно по официальной версии. Специалисты из Ассоциации инженерной биолокации пытались найти Либерею в опричной столице Ивана Грозного, Александровской Слободе, с помощью специальной аппаратуры. Но инструменты странным образом отказывались работать, словно какая-то загадочная сила препятствовала изысканиям ученых. И пусть скептики утверждают, что библиотека давно уже пропала, да и была ли вообще, хочется верить, что пылящиеся в подземельях сокровища когда-нибудь обязательно увидят дневной свет. Интеллектуальное радио. Достоверная информация. Продолжение следует...